Чиновников Одесской мэрии снова поймали на многомиллионных финансовых махинациях. Полиция начала уголовное производство по факту присвоения денег при проведении ремонта памятников архитектуры в центре города. По данным следствия, мэрия в лице Управления капитального строительства заключила договор из компании «Стройэлит» на ремонт двух памятников архитектуры. Заработанные на доме номер 11 по улице Решилевской у Голбунина заплатили 12 миллионов 601 тысячу гривен. Ремонт дома номер 2 по Пушкинской у Голонжероновской обошелся в 20 миллионов 131 тысячу гривен. По последнему дому с подрядчиком заключили три договора, что позволило избежать конкурентной борьбы. Как считает следствие, стоимость работ была завышена, что нанесло серьезный ущерб городской казне. Уголовное производство открыли в начале декабря по части 15191 Уголовного кодекса Украины при своении растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет из конфискации имущества. О подозрении пока никому не объявлено. Начиная с июня 2017 года, элит строя выиграл 8 тендеров, объявленных управлением капитального строительства, получив из бюджета свыше 106 миллионов гривен. В том числе тендер на реставрацию в здании областной прокуратуры на улице Дерибасовской почти на 65 миллионов. А сейчас компания выиграла аукцион мэрии на ремонт фасада главного управления национальной полиции в Одесской области на улице Еврейской. Стоимость работ 21 миллион гривен.